Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему она задумалась о вас? Что же произошло? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрим, что у вас произошло в жизни. В какой ситуации вы сейчас находитесь? У вас сейчас, знаете, вот начался совершенно новый жизненный этап. Этап после того, как завершились отношения с вашей женщиной, либо же с вашей женой. Вот вы сейчас пошли совершенно другой дорогой, в разные стороны. Этап, после которого, знаете, вот вам очень непросто восстановиться, очень непросто начать жизнь с чистого листа. Когда вот у вас, знаете, такое состояние, как будто вы постоянно вот на чеку, как будто, вот знаете, вот вы всегда готовы держать оборону. Это касается вообще всех. Вы как-то более подозрительно, может быть, к людям стали относиться, более недоверчиво, да. Вот как-то агрессии, что ли, у вас больше появилось. Знаете, вот когда разбивают сердце, особенно когда это делает человек, которого вы любили, да, любили искренне и всей душой, то это двойная боль, это двойной удар. И поэтому, вот, знаете, это всколыхнуло все ваши струны души. Ваша душа просто, вы знаете, как, ну, как даже, я не знаю, каким словом это назвать можно. Душа вот как будто просто вот умерла, да, либо как замороженная, да, вот и душа, и сердце. Вы, ну, настолько вы как-то вот, как будто вот замерла вся жизнь после этой вашей ситуации, да. Так, что еще у вас в жизни происходит, сейчас посмотрим, давайте. Да, разрушение стопроцентное, посмотрите, очень четко. Разрушение любви, разрушение отношений, либо же семьи, да. Да, женщина, которая очень резко, скорее всего, нанесла вам этот болезненный удар, да. Вот к нам на расклад пришла эта женщина, которая, знаете, вот она очень сильно любит и ценит деньги, денежных мужчин. Когда у мужчины прекращаются какие-то большие доходы, допустим, да, либо же проблемы какие-то финансовые, мужчина автоматически становится и не нужен. Либо же начинает скандалить, ссориться, налево ходить и так далее. У вас деньги были, и, в общем-то, и есть у вас деньги. Вы неплохо, в общем-то, вы неплохо обеспеченный человек. Вы много чего можете, но вот как-то после вот этой вот ситуации с вашей женщиной, вот жизнь ваша как будто она разрушилась. Вот как будто, знаете, умерло то самое главное, самое ценное. Вот как будто вы потеряли смысл жизни, да. Да, вот настолько такие раны. Причём, знаете, вот вас ранило то, что женщина, которую вы любили всей душой, она этого не оценила, и она просто плюнула вам в душу, да. Она растоптала всё, что было. Женщина, которую вы, возможно, до сих пор не можете забыть. Вот она настолько вот вам не даёт покоя, да. Вот вы зарабатывали, зарабатываете. Но как-то вам даже сейчас и тратится особо не на кого, да, на себя любимого. Ну, может быть, на детей ещё кто. Как-то вот жизнь сейчас вот, ну, более скучной, что ли, стала, да. Вот хочется любви, вот вам хочется любви. Но в то же время как-то очень и очень так настороженно вы к этому всему относитесь. Вы боитесь очередной боли. Итак, давайте-ка подумаем теперь с вами сейчас и посмотрим, почему же она задумалась о вас, эта женщина, да. Что это за женщина, давайте посмотрим. Женщина, которая на вас злится, да, с которой у вас были конфликты, с которой были у вас чувства и любовь. Женщина, да, с которой постель, конечно же, была. Она, вот знаете, очень такая непростая дамочка. Вот ей чем больше денег, тем лучше, чем комфортнее, тем больше она любит. Вот она по жизни как-то, может быть, и до вас искала таких вот мужчин, которые очень и очень ей выгодны. Вот без выгоды она шага не ступит. А вы её любили. Вот любили, несмотря ни на что. Вот причём любили всей душой, ну так, как вы могли любить. Да, может быть, вы не могли воплотить в жизнь все её хотелки, но это уже такое дело, да. Не у всех одинаковые доходы, не у всех одинаковые возможности. Но, тем не менее, вы готовы были, ну, последнюю копеечку на неё отдать, потратить. Да, вот, ну всё, звезду с неба просто. Но это не оценилось. Ну, ладно, давайте не будем больше о грустном. Давайте-ка посмотрим, почему же она вдруг задумалась о вас. Что же произошло? Боже, сколько злости у неё. А, знаете, она почему-то даже задумалась о примирении с вами. Но примирение каким-то хитрым путём. Она прекрасно понимает, что вот вы император, вы сильный мужчина, да. У вас как бы стабильная жизнь. Я думаю, ну, она, в общем-то, в курсе вашей жизни, да. Может быть, через знакомых, либо как-то вы ещё пересекаетесь. Ну, то есть, она более-менее знает о вашей жизни, как вы живёте. Живёте вы с женщиной, либо же нет. То есть, она прекрасно понимает, да, что у вас и достаток есть, и, в общем-то, довольно неплохая жизнь. И она сейчас, знаете, вот призадумалась, вот как-то через хитрость. Она даже попытается, может быть, помириться даже с вами. А почему? Давайте посмотрим. Почему она вдруг захотела помириться? У неё тупик какой-то наступил. Кардинальный перемен ей захотелось. Ей захотелось кардинальных перемен. Женщина, знаете, она какой-то период, или же даже сейчас, увлекалась алкоголем. Либо же своё горе, какой-то неудачей. Она могла в рюмку начать заглядывать. У неё начался какой-то сейчас довольно сложный период. Давайте уточним, с чем связано. Ну, конечно, с деньгами, но с чем ещё могло быть связано. Значит, смотрите, у неё начались финансовые проблемы. И она вдруг внезапно вспомнила о вас, да, зная, что у вас есть денежка, что вы всегда тратили, да. Вот с вами была постоянная стабильность, стабильная жизнь. И она вот решила как бы через хитрость, да, что-то придумать, учудить и как-то прощупать, чтобы помириться с вами. Потому что у неё начались финансовые проблемы. Не потому что она там безумно любит, скучает, страдает. Нет, конечно же. Она решила помириться с вами, чтобы снова жить красиво, как она жила раньше при вас, да, чтобы вы тратились на неё, вкладывали деньги, да, там, во все её хотелки. То есть женщина такая, знаете, двуликая. Она может притвориться, что она такая безумно любящая вас, да, чтобы своего добиться. В общем-то, она по жизни, она довольно часто так делала. Может быть, вы и не замечали этого, а может, кто и заметил, что когда ей что-то нужно, да, может быть, подарок, либо что-то купить просто ей, либо денежку, чтобы вы дали, она сразу такая нежная, ласковая становилась. Она готова была, ну, любой каприз, может быть, ваш исполнить. Ну, то есть вся такая, я вся для тебя, да, вот такая вот она становилась вся золотая, белая, пушистая. И вот сейчас приблизительно такая ситуация, когда её жареный петух клюнул в одно место, да, она начала грустить и тосковать, где же взять денежки. Здесь она вспомнила о том, кто её содержал, кто её любил, да, кто вкладывался. И она подумала, почему бы и нет, а почему бы не вернуть всё то, что было, да. Просто она не понимает, что она плюнула в душу, да. Она не понимает, что она много чего натворила, накосячила, и такие вещи уже, ну, как правило, не прощаются, да. Может быть, единицы могут простить и предательство, там, измены, да. Да, ну, большинство мужчин, ну, они, ну, не позволят к себе так относиться, да. Ну, зачем позволять вытирать из себя ноги, тем более, если ты вкладываешься в женщину, да, всей душой любишь её, делаешь всё возможное и невозможное. А это, как бы, ну, настолько не ценится, что тебе просто плюют, реально плюют в душу, да. И она решила это всё вернуть просто ради денег. Поэтому будьте осторожны. Если бывшая к вам начнёт как-то проявлять свои поползновения, да, держите ухо востро. О, ей очень захотелось вернуть ту красивую жизнь. Знаете, вот она скучает, наверное, за тем состоянием, которое было вот рядом с вами, да. Вот она чувствовала себя королевой, да, что её любят. Она прекрасно понимала, что вы её любите, да, боготворите её. И она, конечно же, немного даже ностальгирует, может быть, за этим состоянием. Как правило, что имеем, не храним, потерявши, плачем, да. Вот она сейчас и плачет, но она плачет именно за деньгами, за комфортом. А вам-то хочется любви, да. Вот зачем нужна женщина, которая просто чисто использует, да, в каких-то своих интересах. Ну, такой партнёр, в общем-то, не нужен никому, да. Хотя, знаете, вот я почему-то уверена, что вот, ну, многие из вас, вот, и судя по вашим комментариям, да, вот вы настолько любили и боготворили свою женщину, что вот если бы она пришла и искренне покаялась, да, вот как-то повинилась, то я думаю, ну, многие бы, наверное, всё-таки простили её, несмотря на всю ужасность этого положения, да. Но всё равно почему-то мне кажется, что вы бы простили. Не все, конечно, но некоторые бы простили, да, просто потому что вот эта любовь, она ведь так сразу не умирает, да. Она бывает даже через годы спустя, она живёт глубоко в душе. И, ну, я так смотрю по комментариям, да, ну, вы, ну, большинство, наверное, а может быть и все, ну, настолько вот такие, наверное, добряки, я бы сказала, вот. Ну, настолько вы вот вкладывали свою женщину, да, поэтому, ну, я вот читаю ваши истории, ну, у меня просто вот, ну, душа разрывается, да, вот. Мне настолько вот чисто по-человечески как бы жалко, да, вот вас, я, ну, сочувствую вам, да, мужчины не любят, когда вас жалеют. Ну, вот я просто по-человечески вас, ну, вам сочувствую, искренне сочувствую, что у вас такая ситуация вышла в жизни, вот. Ну, а насчёт вашей женщины, то смотрите, да, конечно, каждый будет решать сам, сходиться, не сходиться, да, если станет такой вопрос. Но женщина довольно такая коварная, поэтому будьте осторожны, да, чтобы снова второй раз не попасться в ту же ловушку, да, и в те же отношения, из которых вы так болезненно вышли и так болезненно переживали их. Поэтому вот такие дела. Будьте осторожны, предупреждён, значит, вооружён. А я всем вам желаю, конечно же, счастья, большой и чистой взаимной любви. И до скорых встреч. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!